Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня 3, 2, 10 января, время 20 часов 3 минуты в Киеве, 21 час 3 минуты в Москве, и мы проводим очередной эфир на нашем канале. Приветствуем Андрея Андреевича Пьянковского. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день, Марк. Да, и сегодня мы продолжаем тему, в известном смысле проводим эфир, назвали его так, главные фронты мировой войны в 2024 году. Отчасти продолжаем, разговор у нас будет, что обсудить, и вполне себе нового. Просьба к нашим зрителям, те, кто нас уже смотрит, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень-очень важно. Те, кто не подписан, подписывайтесь, проверьте свою подписку, если вдруг вы были подписаны, и по каким-то причинам подписка слетела. Ставьте колокольчик, до того, чтобы приходили уведомления о новых эфирах, ну и, так сказать, по возможности распространяйте, конечно, по возможности распространяйте и на канал Андрея Андреевича Пьянковского, подпишитесь тоже в описании к этому видео, по имени Андрей Пьянковский, можно пройти и смотреть эфир у Андрея Андреевича. Андрей Андреевич, ну, давайте так начнем, да, мы закончили, точнее, говорили в прошлом эфире о докладе в Конгрессе, много вопросов пришло, что за доклад, какой доклад, ничего не понимаем, дайте ссылку и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы нам продолжить этот разговор, то мы сейчас на экран выведем соответствующий доклад трех председателей соответствующих комитетов Конгресса, вот Майка Роджера, Майка Тернера и Майкла Маккола, Митчелл Маккола, и просьба тогда, поскольку вот тема продолжается, и он такой весьма красноречивый документ, просьба еще раз к нему вернуться и о нем поговорить, насколько значимый этот документ в контексте сейчас, в канун обсуждения, собственно, помощи из бюджета Соединенных Штатов в Украине, вот этой 60-миллиардной помощи и всех этих, с этим связанных вопросов. Вот мы сейчас это все демонстрируем. Андрей Андреевич? Да, я здесь. Да, вы слышали, да? Я не вижу вашей картинки. А картинка сейчас, мы ее открыли, ее может не быть, но она сейчас показывается, к сожалению, вот так работает ОБС-студия, мы ее показываем, Андрей Андреевич, он сейчас на экране, я буду крутить, и, значит, вот сейчас главный фарзат с названием, собственно, этого доклада. План for victory in Ukraine. Так вот, удивительно, что мы уже вторую неделю начинаем о нем говорить, потому что, видимо, придется посвятить большую часть передаче, как и в прошлый раз, но о нем ничего не знают до сих пор в Украине. Этот план, который, на мой взгляд, должен быть опубликован, переведен во всех украинских средствах массовой информации, о нем ничего не знают. Что это такое? Это доклад на сайте Палаты представителей, представлен тремя руководителями ведущих комитетов. Вы их перечислили. Это Майкл Маккол, руководитель комитета по иностранным делам, это Майк Роджерс, руководитель комитета Arms Services по вооруженным силам, и, опять же, Майк Тернелл, руководитель комитета по интеллиженности, по разведке. Доклад называется очень просто. Предлагаемый план победы в Украине. Это сокрушительная, в общем, критика байденовской администрации как за ее недостаточную поддержку Украины. И автор представляет этот доклад как точку зрения республиканцев в Палате. И они имеют на это право. Он очень грамотно построен. Они в этом докладе как бы интегрировали... Ну, это рагиновские республиканцы, те, которые мы знаем, они всегда поддерживают Украину. Они как бы интегрировали даже точку зрения вот этих *** трампистов. Там их человек 10-20, которые бегают по Палате, по студиям телевидения, доказывают, что вся помощь в Украине разворовывается, что там, я не знаю, не демократическое государство. Да, вот тот же спикер Майк Джоксон, ну, произнося общие фразы о поддержке Украины, он всегда вынужден маневрировать, так как он тоже зависит от голосов этих ***. Ну, потому что такая ситуация в Палате у республиканцев сейчас преимущество 2-3 человека, и так пятерка *** может снимать спикера. Они уже два раза снимали. Так вот, Майк Джоксон, он такую формулировку, я просто повторю, после встречи с Деленским, что он сказал, 14 декабря, да, конечно, помощь в Украине совершенно необходима, мы понимаем геополитические масштабы проблемы, но, во-первых, нам хотелось бы проверять каждый цент, как используется эта помощь, не происходит она, не разворовывается она, есть слухи о коррупции и так далее, а второе, что нам, собственно, администрация Байдена не объяснила, на что она истратила уже там 70 миллиардов долларов и требует еще снова 60. Ну вот, эти 2-2 озабоченности ***, они очень грамотно учены в этом докладе. Ну, во-первых, большой раздел посвящен просто опровержению этого фейка о возможной коррупции в армии и разворовании помощи. Там подчеркивается, что 74 аудита, проведенные Пентагоном, и не найдено ни одного случая, ни целевого использования хоть одного айтема, одного предмета военной помощи. Это фейка прорывается полностью. А вот второй упрек, ***, мы не знаем, на что Байден потратил эти деньги, авторы используют в нашу пользу. Да, вот до сих пор у нас формулирована задача победы. И вот мы формулируем, задача победы в Украине – это полный вывод аукционных войск со всей территории Украины, возвращение их на границы 91-го года, это наказание военных преступников, это гарантия безопасности Украины в дальнейшем, и это восстановление экономики Украины, в том числе за счет репараций с российской стороны. В качестве репараций они идут дальше. У них три требования к американской администрации сейчас. Наборы оружия победы. Вот один из блестящих разделов этого доклада – это хроника вот тех всех, этой задержки, помощи Украине, какая борьба проходила вокруг дживелинов. Кстати, вот они хотят продемонстрировать полное единство республиканской партии, и вот по существу вот отвергая, абсолютно разоблачая вот эти фейки, они так бы как бы с уважением вспоминают о том, и действительно так дживелины были переданы впервые в Украине при администрации Трампа, а администрации Обамы и Байдена в свое время категорически этому препятствую. Ну и потом так далее, по Хаймерсам, по Петриарсам, по Эбрамсам, по самолетам и так далее. Ну и формулируется вот тот набор помощи. Да, дали в декабре Этексы, но дали Этексы дальностью на 100 миль, а нужно давать на 180 миль. Да, вроде передаются там первые там 18, F16, но нужно не 18, а 180, F16. Нужны средства ПВО, нужны снаряды в гораздо большем количестве, то есть совершенно другой набор вооружений в других масштабах и с другой скоростью должны передаваться. И кроме того, и два еще требования. Критикуются и недостаточно эффективность санкций западных и американских. Ну, по существу, не препятствуются такому обходу санкций через последников. И, наконец, очень конкретное требование, немедленно конфисковать и передать на военные нужды Украине 300 миллиардов российских денег. Это замечательная, замечательная проукраинская программа. И, в общем, я связан с людьми, которые стояли у строков этого документа. В Вашингтоне удивляются, почему никакой реакции не поступило до сих пор от Украины. Но я понимаю, что для администрации президента, скажем, ну, не совсем ловко, не совсем было бы тактично так подробно обсуждать этот документ, где, ну, беспощадная критика администрации Байдена. Но для этого, в принципе, существуют наши парламентские связи. Это документ, документ Конгресса. И совершенно естественно было бы ждать ответа соответствующего Верховной Рады. Ну, даже вот, между прочим, и сегодня, самые свежие новости, наверное, уже наши зрители знают об этом, выступал сегодня на пресс-конференции в Вильнюсе президент Зеленский. И посвящен, ну, не в такой жесткой форме, но посвящен той же критике, подвергнув Байденскую администрацию, за колебания, бесконечные затяжки американской военной помощи. Мне кажется, вот, нас слушают, наверное, многим. Ну, во-первых, первое, Марки, мы вот, этот документ должен быть известен каждому украинцу, он должен быть напечатан, это важнейший документ. Это позиция республиканской партии в Конгрессе. И это, это по существу проект, программа республиканской партии по Украине, которая должна быть принята на конвенции, на республиканской конвенции в июне. Ну, кроме того, что очень важно, мы с этого начали, а какое влияние это окажет на принятие законопроекта, да решающее, но мы теперь видим, что тормозится как бы частью республиканцев этот проект. Сейчас, когда такую поддержку политическую, причем там дан глубокий геополитический анализ процессов, происходящих в мире, посвящен цитирующих наши с вами стримы и статьи. Идет мировая война, объявленная силами зла, Россия, Китай, Иран, демократическим странам, Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину. Между прочим, в известном смысле это повторяет тезисы, правильные тезисы американской администрации, того же Байдена, Влинкен, Восина, которые давали их после нападения Хамаза на Израиль. Мы просто восхищались этими заявлениями. Помните, в обращении Байдена к американскому народу, там Украина упоминалась чаще, чем Израиль. Но за этими прекрасными заявлениями не последовало дева. Три месяца прошло. Вот эти колебания. И дело не только в том, что республиканцы, часть республиканцев тормозит помощь финансовую в Конгрессе. Я думаю, после того, как выпущен замечательный документ, ясно будет, что республиканцы поддерживают это. Но дело в том, что, опять же, они правильно повторяют эти вещи. На каждом этапе сейчас проявляется торможение. После любого правильного решения, но передача от тех же этаксов передается не самая последняя модификация. Вот то, что они предлагают, это по существу политический рамштейн. Потому что, ну вот, сколько у нас вызывало энтузиазма, помните, первый, второй рамштейн, когда вот садятся люди и обсуждают, что нужно для победы. В конце концов, это просто выразилось в утверждение каких-то пакетов конкретной военной помощи. А они предлагают обсуждать политические, стратегические вопросы. Что делать, чтобы Украина победила? Ну, первое, значит, вся Украина должна быть. Второе. Ну, раз это документ палаты, ну, просто Рада обязана отреагировать. Вот он представлен не случайно. Он представлен не случайно тремя председателями трех комитетов. По обороне, по разведке и по внешней политике. Но есть же три председателя таких комитетов в Раде. Я, к сожалению, не знаю фамилии этих достойных людей. По иностранным делам, по обороне, по разведке. Эти три человека должны просто вылететь в Вашингтон немедленно и создать, создать группу шести председателей. Три председателя Рады, три председателя Палаты, представители трех комитетов. По обсуждению предложен важнейший план. Он впервые предложен с американской стороны, не там, группой, группой, скажем. Часто предлагали планы наши группы, наши сторонники, например, Атлантик, Канцер, эксперты, амбассада Фрид, амбассада Вержбул, Волкер, генерал Ходжес, Петреус. Сейчас это предложила по существу палата, палата Конгресса. Ну, это надо дополнить Радой и создать постоянный орган шести председателей, который обсуждал этот план и приводил его в действие. Это тем более, что мы видим, что, как сегодня и Зеленский это правильно сказал, что администрация проявляет колебания, которые обходятся тысячами жизней, и десятками этих жизней, и украинских солдат, и украинские умеренные жители. Вот эта мощнейшая инициатива Американского Конгресса должна получить, мне кажется, немедленный отклик. И, собственно, она на это была рассчитана. Но если никого в Украине не интересует план победы в Украине, ну, это возникает тогда серьезный вопрос в Вашингтоне. Американского Конгресса, и украинского Конгресса, и украинского Конгресса. Если вам не лишним тысяч поставили свои лайки, мы в эфире 15,5 минут. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Измените, измените, секунду, у меня тут вырываются какие-то рабочие. Рабочие? Ну, давайте. Тем временем, пока Андрей Андреевич справится с работягами, потому что там в Вашингтоне тоже свои проблемы, с моей атмосферой, мы сделаем небольшое объявление. Если кто видел, сейчас я прошу вывести на экран. В Берлине 24 февраля, во вторую годовщину, так и называться будет ивент, пройдет наша живая встреча. Мой вечер вместе с Аленой Курбановой, оффлайновой такой, можно сказать, эфир, встреча с теми, кто придет к нам, приобретет билеты. Вот эта ссылка, она размещена во всех аккаунтах в социальных сетях, и, соответственно, ссылка будет размещена в описании к этому видео. Концерт, концерт наш с Аленой Курбаном, ну, это не совсем концерт, это такой вечер, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, 24 февраля, все, кто живет в Германии, в Берлине или близлежащих местах, пожалуйста, приобретите билеты, время есть, где-то около полутора месяцев, но нужно уже прямо сейчас это сделать, билеты очень недорогие. Особенно призываю тех, кто из Украины, из диаспоры там находится в Германии, ну и, конечно, русских, всех остальных, приобретите эти билеты. А мы возвращаемся к эфиру. Да, вы очень искусно использовали эту техническую палузу. Ну, видите как, вот все не зря, все не зря. Вопрос следующий, Андрей Андреевич, вопрос, поможет ли этот доклад, который, ну, в общем, там представители республиканцев, тому, что все-таки положительно будет решен вопрос, который мы ожидаем после рождественских канюков по выделению 60-миллиардной помощи. Так? Ну, как бы интересно понять, если республиканцы имеют определенную позицию компромисса, что вот давайте уступки по миграционной политике, обращенной к администрации Байдена, а мы тогда вот готовы поддержать эту бюджетную статью, ну, изменения по праву, относительно выделения помощи Украине, то, ну, сроки уже подступают. У нас сегодня, какое у нас сегодня число? Ну, да, у нас сегодня уже 10 января, собственно говоря, и сроки достаточно жесткие, поэтому, соответственно, вопрос стоит о том, поможет ли этот доклад ускорению решения этого вопроса, который уже болтается, ну, по меньшей мере, два месяца. Ну, я уже сказал, что сейчас нельзя, невозможно себе представить после такого доклада, который представлен как ненадушная позиция республиканской партии, полнейшая стопроцентная поддержка Украины, чтобы теперь республиканская партия, вот то меньшинство республиканской партии, даже позиция, которая тоже, как я вам сказал, была учтена в этом докладе, чтобы они торпедировали эту помощь, это невозможно представить. Это четкая позиция, республиканская партия приняла принципиальное решение, очень важное, одним из основных лозунгов избирательной кампании взять обвинение, обвинение Байдена в срыве, в срыве поддержки Украины, в поощрении путинской агрессии во всем мире. Все эти формулировки, которые мы с вами здесь предлагали американскому обществу, два года, все они там использованы, что не поддержать Украину, значит, допустить Путина в Европу, это значит, что нам придется уже платить не деньгами, а кровью, это значит, поощрить товарища Си в Тайваньском параливе и так далее. Это что-то все мосты сожжены, республиканцы взяли очень сильную и выигрышную позицию, и очень вовремя, потому что мы видим, с каком трудом вот эта позиция победы Украины проталкивалась нашими друзьями внутри администрации, и какое громадное сопротивление ей оказывает леволиберальная криводия мокротической партии. Это видно, кстати, на примере и Израиля, и Украины, если у нас есть время поговорить о Втором фронте. Да, сейчас мы перейдем к нему, да. Ну, там просто идет полное отступление Байдена перед своим леворадикальным крылом. Да, ну вот давайте поговорим, что на Ближнем Востоке, с вашей точки зрения, как через Вашингтон можно рассматривать эти события. Действительно ли, вот некоторые говорят о некотором затягивании операции в секторе газа, который имеет место, ожидали куда быстрее, значит, будут двигаться события, хотя, опять же, рано об этом говорить, вот, понятно, какие у этого есть препятствия, там заложники еще остаются, и много чего еще, но, я так понимаю, один из факторов, это действительно не скаменяющаяся позиция администрации в Вашингтоне. Ну, это очень мягкая ваша формировка, не скаменяющаяся. Ну, я стараюсь. Давайте посмотрим на Блинкин, это ключевую фигуру. Ну, все мы были в восторге от, я могу десятки цитировать замечательные высказывания и Блинкина, и Остина, и Байдена, где-то там, 8-го, 9-го, 10-го, 15-го. Ну, самое знаменитое, это, конечно, слова Блинкина, которые он сказал, что, и мы знаем, как много у вас врагов здесь, на Ближнем Востоке, и, наверное, вы с ними, со всеми могли бы справиться сами, но, as long as America exists, пока существует Америка, вам never, ever придется это делать, потому что мы будем всегда с вами. Ну, это Израиль весь плакал просто. Ну, и, причем это было очень искренне, проникновенно, он вспомнил, что его приемный отец был узником концлагерей, и другой дедушка погиб на архо-хоста, я еврей, он начал свое выступление в противоположность знаменитому, знаменитому высказанному логичному, Кейсенжеру, другому, помните, когда, да, да, он сказал, прежде всего, я американский госсекретарь, потом я американец, а потом я, а, good memory, это очень хорошо, мы евреи читаем, читаем справа налево, да. Тут было совершенно, и вот тот же самый Блинкин сейчас, через три месяца, приехал, ну, по существу, во-первых, уговаривать, уговаривать израильтян сворачивать операцию в Гази, но, во-вторых, вести ее с завязанными руками, там ни в коем случае не наносить авиационных ударов, там гуманитарную помощь оказывать, бензин, и так далее, и, во-вторых, вот что меня бесит, конечно, в этих американских отношениях и к Украине, и к Израилю, вот это вот, ни в коем случае не пускать эскавации, ни в коем случае не пускать эскавации, но они же сами понимают, тот же, тот же Байден говорил, девятого, что речь идет о геноциде, Иран и Хамас хотят уничтожить еврейский народ, а Путин хочет уничтожить украинские государства, и мы этим не позволим. Какой еще эскавация, когда враг поднял эскавацию до уровня геноцида свободного народа, а в этих условиях ни в коем случае не понимается, значит, нельзя отвечать врагу, вот во что это выливается. Ужасная сцена была накануне, накануне приезда Бринкина, как раз Байден выступал, Чарлстон есть такой городок, и он, ну и был там, как всегда, сейчас приветствовали вот эти сумасшедшие выпускники лучших американских университетов, молодежь, требующая немедленно прекратить убийство в Газии, вывести все войска из РАД, прекратить поддержку из РАД и так далее. Их вывели из зала, так Байден начал перед ними, я понимаю, я вас очень понимаю, я понимаю ваши чувства, и вы знаете, я вот за сценой то же самое и делаю. Я все время разговариваю с израильским премьер-министрами публично и уговариваю его выводить войска из Газа. Но помните, я же поставил эту проблему тогда же еще, три месяца назад, что между двумя миссиями, которые история так возложила на этого пожилого человека, первая миссия, главнокомандующего войсками Соединенных Штатов в Четвертой мировой войне против силы абсолютного зла и лидера свободного мира, а вторая миссия, кандидат демократической партии в президенты, между ними громадное противоречие. Потому что любой шаг, который он делает, делает как лидер свободного мира, как в борьбе против зла, он теряет голоса его избирателей. Его избиратели – это лево-либералии, я перестану называть это крыло-лево-либералии, это лево-радикальные крыло-демократической партии, это афроамериканцы и это молодежь в целом американская. Вот эти три группы, они принесли ему победу в прошлых выборах, этих группах, его поддерживают до 85% в среде. Сейчас они обваливаются в рейтинге Байдена, именно потому что эти группы, они все настроены по-палестински. И вот какой парадокс Байдена. Глубинная Америка поддерживает Израиль, вот даже больше, чем Украина. Вот опрос общественного мнения 70% за поддержку помощи, продолжение помощи Израиля и даже усиление. Что касается Украины, 60%. Вот эта разница в 10 – это вот те трамписты, которые, часть оголтела трампистов, которые поддерживают, да, Израиль, но не поддерживают Украину. Но Байден вынужден противоположную политику вести, потому что в его лагере, в лагере его, ядра его избирателей, как раз поддержка Израиля отталкивает его. Вот эти две миссии несовместимы. Поэтому я ему, сейчас это уже поздно предлагать, он сделал свой выбор. Я предлагал ему просто отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах и посвятить все свои усилия победе, победе в Четвертой мировой войне. Это давал ему громадные перспективы, гораздо более важные, чем там второй раз президент. Войти в историю вторым Реганом он мог выиграть эту войну. Эту войну можно выиграть двумя правильными шагами. Ну, первое, выполнив вот ту программу республиканской партии в отношении Украины. Вот этот замечательный Proposal Plan for Victory Украины. Надеюсь, с нашей легкой руки он завтра будет известен всему украинскому обществу. И Верховная Рада организационно его поддержит по линии межпарламентской связи с Конгрессией. А второе, это Байден же послал два авианосных соединения. Вот это нанести авианосные соединения совместно с военно-воздушными силами Израиля, обезоруживающий, испопеляющий удар по Хазбеле. Между прочим, вот тот комплимент, который сделал Блинкин израильтянам, что вы, наверное, сами сможете справиться со всеми проблемами, к сожалению, он не действует. 75 лет они могли справиться со всеми проблемами. Сейчас у них столько врагов, так поддерживаемых Ираном и Россией, что помощь Соединенных Штатов здесь нужна. А по существу вот это то, что Байден начинает, вот чтобы предавать Израиль, заигрывая своим лево-радикальным, во-первых, это ему не поможет, он все равно проиграет выборы. Он проиграет и выборы, и проиграет войну, и он теряет уважение вообще и своих противников, и своих сторонников, отказываясь от поддержки Израиля. Ну и поэтому нам нужно сейчас максимальную республиканскую инициативу поддержать в Украине, потому что у нас естественные сомнения в твердости Байдена. Когда она была твердостью, каждое новое достижение помощи Украины давалось нам громадной борьбой, как, я говорю, мы за шиворот все время тащим Байденскую администрацию в мировую историю, она упирается. Так, около 20 тысяч нас уже смотрят. Всем спасибо, что к нам присоединились, и тем спасибо, кто поставил свои лайки, 7,5 тысячи наших зрителей. Надеюсь, и остальные тоже найдут возможным нажать на эту кнопочку, так сказать, и, соответственно, помочь нашему каналу. Хорошо, Андрей Андреевич, тогда смотрите, еще такой вопрос. Что мы в 2024 году тогда имеем? Вот некоторые внешние воодушевления Москвы, вызванные вот этими сложными дискуссиями, дебатами в самих Соединенных Штатах, да и в других местах, в общем, воодушевляют Москву на какие-то новые действия в глобальном масштабе, потому что, вот смотрите, мы видим, что в Северной и Южной Корее есть некоторые напряжения, которые, ну, пока, может быть, не выглядят как полноценная подготовка к боевым действиям, но, в принципе, всегда на грани, все на грани, да. Значит, хуситы, вот, пожалуйста, вам тоже еще одна из точек напряжения, а это связано с Ближним Востоком, разумеется, это атаки на американские авианосцы и так далее, но тоже вполне может счесться так, что начнется и какая-то там операция, тем более, эта страна разделена, Йемен на две части, одна под хуситами, другая под официальным правительством. Вот знаете, какие шансы у Москвы повторить на глобальном уровне конфликт, подобный 7 октября, который в Южном Израиле случился, и с последствиями в секторе Газа и всем остальным? Как Москва будет действовать в том случае, если увидит в этом для себя новую возможность для, ну, отведения от себя проблем, связанных с ее же агрессией в отношении Украины? Москва увидит от себя возможность в нерешительности Соединенных Штатов. Только в нерешительности Запада. Больше у нее никаких, никаких, нету ни рычагов, никакой козырей. Вся эта империя зла, она питается, питается этой нерешительностью Запада. Она была вдохновлена, конечно, вот этой невероятной картиной, чудовищной репозиционной катастрофы Соединенных Штатов в Афганистане, и она надеялась на продолжение этого банкета. Вы смотрите, что очень характерно. Мы же заметили в последнее время как-то снижение активности Китая. Это последовало вот за теми неделей прекрасной реакции Запада. Первая реакция была на события в Израиле. Я уже говорил об этих замечательных выступлениях и Блинкина, и Остина, и Байдена. И подтверждалось делами. Две авианосные группы были после в Израиле. И после этого резко изменилась позиция Китая. Китай прибежал в Сан-Франциско. Там заявили, что в исторической перспективе мы не рассматриваем воссоединение с Тайванем исключительно мирным средством. Кстати, эта формула была повторена несколько дней и еще раз в Пекине по какому-то очередному юбилейному службу. Но самое главное, он настойчиво просил восстановить и экономические инвестиции, и технологические трансферы в Китае. Он же попал в довольно сложное положение. Но мы в Китае вообще не знаем, что нам происходит. Там десятками исчезают, я не знаю, там, министры. Или прошлый премьер-министр. И тот человек, который должен был по заветам Денциапина занимать место Си, он неожиданно молодым по-китайским меркам человеком скончался. Ведь по существу Си провел очень большой такой переворот и административный, политический, нарушив вот эти правила, установленные Денциапином, но и в области экономики. Ведь все это достижения Китая громадные, то, что миллиард человек они вытащили, во-первых, из нищеты, во-вторых, технологически они действительно стали второй державой мира. Да, они, конечно, вторым номером, они все заимствовали с Союзом Штатов, но в том соревновании с Союзом Штатами они гораздо ближе к ним, чем Советский Союз в самые лучшие времена. Но все это было по заветам Денциапина достигнуто только благодаря вот этого конструктивного экономического сотрудничества с Китаем, с Союзом Штатами. И Си уговорил свою элиту, как-то все рискнут все этим, но я вам верну Тайвань, сказал он. Он был уверен, как он собирался вернуть Тайвань? Конечно, голыми руками хотел взять Тайвань. Он думал, что либо сначала Путин победит Украину, и это полностью унизит Соединенные Штаты, или Иран уничтожит вместе с своим проксием Израиля, тоже приведет к унижению Соединенных Штатов. После того, на Дальнем Востоке все это считают очень быстро, и ему удастся взять голыми руками. Вот после такой мощной реакции с авианосцами, он понял, ему пришло в голову, что нет, это не выйдет, и надо сворачивать вот всю эту активность, эту задачу усиления с Китаем перенести на гораздо более дальние перспективы, да просто от этого, видимо, его требовало и его окружение, и элиты. Но вот если, а сейчас, если вот будет продолжаться вот эта демонстрация колебаний, нерешительность Соединенных Штатов, он снова может перепуться. Вот просто решительность Соединенных Штатов производит должное впечатление на этих негодяев, а слабость порождает и их новые, новые авантюры, новые агрессии. Поэтому еще раз повторяю, вот это проект по существу республиканской программы на национальной конвенции, это очень сильная вещь. Мы с вами вот, собственно, вот этим затаскиванием Байдена с конвенстрацией за шиворот в мировую историю занимаемся два года. Иногда мы одерживаем маленькие локальные победы, а иногда все это снова срывается. Мне кажется, вырисовывается гораздо более вдохновляющая перспектива. Вот этот документ, это означает, что республиканская партия берет новый курс, новый четкий курс расстояния силам зла в мировой войне. И я надеюсь, что это будет подчеркнуто, будет, найдет свое отражение в избирательной кампании республиканской партии. И, кстати, сегодня рекомендую посмотреть дебаты между моим любимым кандидатом Ники Хэлли и Де Сантисом. Вы знаете, вот... Она с вами накануне дискутировала, как говорят. Да, да. Она производит большое впечатление. Я думаю, что, ну, мне кажется, нормальная реакция такого неангажированного политикой американца, особенно независимых, когда он увидит эту женщину, он подумает, «Каких чертов там Трамп и Байден? У нас есть прекрасный совершенно кандидат». Ну, кстати, в который раз я повторяю вот эти опросы, которые проводят республиканцы. Республиканцы, кто... Каков будет результат выборов, если столкнутся Байден и Трамп? Ну, долгое время было так плюс-минус 1%, сейчас твердо Трамп выигрывает 5%. Но это сказывается вот на потере Байдена своего электронного ядра. Но на вопросы, в ответы на кто победит Хэлли или Байден, Хэлли выигрывает 17% у Байдена. То есть независимый голосовый – это очень идеальный результат американской политики 24-го года. Это республиканская конвенция, принимающая вот эту программу «Proposed Plan for Victory in Ukraine». И на президентских выборах побеждает Ник Хэлли. Вот человек, который будет реализовывать эту программу. А вот скажите, вот мы обсуждали, что Кристи имеет около 10%, да, губернатор, и плюс Ник Хэлли что-то около 27%, и это, ну, складываясь по сумме, очень близко к тому, что имеет Трамп. Я правильно понимаю, у Трампа 40-45% рейтинг сейчас вроде бы, да? По последнему вопросу в Нью-Хэмшире уже без Кристи Хэлли отстает от Трампа так процентов на 5-7. Ну, это уже такие очень близкие вещи. Кстати, вот я хочу сказать, у Трампа действительно очень серьезные юридические трудности, и мнение таких юристов, оно сходится, что в одном... Понимаете, в чем вопрос? В Верховном... Все будет решаться в Верховном суде. Все уже пошло туда. В Верховном суде 6 консерваторов против 3-х так называемых либералов. Причем 3 из этих 6 назначены Трампом. Но я напомню, именно это отношение сил было и в декабре 20 января 21 года, когда там рассматривают все эти иски Трампа, якобы фальсификации выборов. Они все были отвернуты Верховным судом. Ну, понимаете, одно дело быть консерватором, одно дело быть обязанным лично Трампу, но есть еще такие вопросы, как профессиональная репутация, карьера, будущее судьи. Они не могут просто любой ляп-ляп так проголосовать. А вот сейчас складывается мнение, что вот эта неожиданно казавшаяся такой достаточно искусственной комбинацией искусственной, вот эта статья об инстарекции, об участии в мятеже, она как будто по Трампу написана, эта статья против южан, она оформляется так, что человек, который дал клятву верности республике, а потом участвовал в мятеже, не может больше принимать участие ни в каких национальных выборах. Это она относилась к тем губернаторам там южных штатов, проигравших войну и так далее. Так вот под Трампа-то как раз он подходит. Он давал клятву республике, принимая пост президента, и он участвовал в том, что, ну, это мятеж, сходится большинство юристов. Ну, сейчас разные, разные, разные прогнозы. 8 февраля Верховный суд начинает рассмотрение этих дел. Там куча дел из разных штатов. Ну, в общем, пока общий прогноз такой, что решение будет принято выше ством 5 против 4. Только непонятно, в какую сторону. В общем, а на этом фоне, ну, тем более, что явно дискредитируем Байден. Скорее всего, даже ему придется снять свою кандидатуру, там, по соображению здоровья и так далее. Я ему подорогал, очень достоинно снять свою кандидатуру, ну, он не дорос до уровня серьезного обсуждения моего предложения. То, собственно, у республиканцев-то особенно нужен такой Трамп, замазанный всеми этими делами. Ну, когда это было как бы вот продолжение такого личностного поединка по Трампу, а потом есть Хейли, который, собственно, у любого демократа сейчас в одну калитку выиграет. Так что я бы поставил на некий Хейли. Ну что же, 22,5 тысячи нас смотрят, около 10 тысяч поставили свои лайки. Еще раз позволю себе прорекламировать те, кто присоединился, может быть, нас смотрят из Германии. Я попрошу вывести на экран анонс выступления моего вместе с Аленой Курбановой. И это живая встреча пройдет в Берлине 24 февраля в зале Урания. Это, по-моему, большой очень зал там в центре Берлина, где мы выступим с программой «Вторая годовщина». Ну, это будет такой оффлайновый эфир, но с ответами на вопросы, с общением живым, со всеми, так сказать, что сопровождает такие эфиры. То есть это будет очень необычный мероприятие. По-моему, очень умеренные цены. Там, я боюсь соврать, по-моему, доходит. Давайте даже посмотрим. По-моему, вот я видел, там какие-то билеты аж по 20 евро. Так что я призываю всех зрителей, возможных там берлинцев или из Германии, значит, наших зрителей канала, и всех приобрести эти билеты. Обязательно 24 февраля, во вторую годовщину, прийти вот на такое живое мероприятие. Я думаю, что вы не пожалеете. Найдите возможным, выберите время, и мы постараемся с Аленой Курбановой вас порадовать. Ну что, Андрей Андреевич, не будем, так сказать, усугублять все. Спасибо вам огромное. Мы через неделю снова встретимся. Будет что обязательно обсудить. Посмотрим, как... Уйди у нас когда голосование предполагается все-таки по поводу помощи Украины в эти 60 миллиардов. Не знаете? Ну, понимаете, да, во-первых, надо не забывать, что они договорились по-другому, не менее важному, по бюджету в целом. Они договорились, и они проведут... До 19-го нужно проводить. У них временный бюджет до 19-го. До 19-го. То есть вот тут свое согласованное... 70-е заканчивается, понимаете? Да, да, да. То есть логично и с Украиной закончено до 19-го. Вы знаете, я не исключаю даже вот пафос вот этого документа настолько силен, что я думаю, что республиканцы могут даже предложить какой-то другой свой законопроект. Не за этот проголосуют, а предложат свой законопроект. Сейчас очевидно, они видят необходимость перехватить. И что-то перехватить. Это не так трудно сделать при сегодняшних колебаниях. Американцы перехватить вот знамя поддержки Украины и борьбы с абсолютным злом. Вот это они собираются перехватить. То есть в любом случае, в любом случае, финансирование Украины будет отряжено. Ну что же, будем следить за ситуацией. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами в эфире. Те там почти 23 тысячи у нас было. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно проверьте, не слетела ли ваша подписка. Я вот вижу, в чате некоторые проверили и с удивлением обнаружили, что они не подписаны на канал. Но я вас об этом предупреждал. Я говорю, процесс идет, и он очень сложный. Чего мы только не делаем с администрацией Ютьюба. Но, к сожалению, это продолжается. Так что проверьте, на месте ли ваша подписка. Если нет, обязательно подпишитесь еще раз. Может быть, даже в десятый раз. Ну и, конечно, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Мы сегодня вели речь. Пожалуйста, ссылка есть в чате. Есть и в описании будет ссылка. И в моем телеграм-канале я разместил сам этот доклад. Можно его почитать. Он на английском языке. Ну, вы можете воспользоваться переводчиком, перевести и прочитать его. Ну и, конечно... Ну, давно пора бы и привести, конечно. Ну, там... Сейчас это несложно. Это технический вопрос. Это сделаю, да. И мой большой призыв не против Танна Верховной Рады немедленно вступить в контакт с своими коллегами, авторами этого замечательного доклада. Должна быть рабочая комиссия по победе в Украине. Да. Ни больше, ни меньше. Хорошо. Хорошо. Ну, вот, в общем, у нас на сегодня все. Увидимся завтра в эфире в 20.00 по Киеву. У нас будет эфир с Аленой Курбан. Не в 21, а именно в 20. Приходите. И мы, кстати, о нашем выступлении... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok